МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Одинцовское ДРСУ, как и любое предприятие, работает. Трудные времена, как бы они, наверное, потихонечку отошли в сторону. Сегодня мы занимаемся той работой, которой мы занимались на протяжении 50 лет. То есть содержим дороги, что-то ремонтируем, где-то что-то строим. Несколько последних лет были кризисными не только для Одинцовского района, для Московской области, для России по тем или иным экономическим причинам. Можно ли говорить, что Одинцовское ДРСУ сохранило в этих сложных условиях, непростых экономических, сохранило костяк коллектива? Потому что самое главное – это все-таки люди. Безусловно. Самые главные люди и люди, те профессионалы, которые работают у нас, они, как минимум, наверное, ну, не найдешь человека, который год отработал. В основном 15, а то есть даже 30 лет. Поэтому люди, основной состав, как работают, так и работают. – Хотелось бы ваше мнение услышать о итогах разрушительных для Московской области зим. Эта зима тоже не стала исключением. Была она достаточно суровой. И обычно вот по всей России в течение всего сезона устраняют последствия зимы и готовятся к следующему зимнему сезону. Как обстоят дела в этом году? Насколько эта зима тоже была вот такой жестокой по отношению к нашим дорогам? – Зима была серьезна, да? Выпало одновременно столько осадков, что потом пришлось нашему предприятию, чтобы исправить ситуацию на дорогах, месяц работать практически без выходных. Мы объявили, помните… – Круглосуточно практически. – Да, да, да. Это было такое. Такого количества снега на снегосвалку не поступало. Ну, я вот давно работаю, я такого не помню. А самое главное, это было одновременно, в этом вся и тяжесть была. Если бы это было последовательно, может быть, ничего. Ну, естественно, это, конечно, в какой-то мере сложилось в негативе, в том плане, что где-то ливневки оказались закрыты, где-то кто-то что-то не успел этим заняться. Естественно, дороги стали разрушаться, и сейчас только потихонечку, я вам скажу, что в городе, наверное, нормализуется, и то еще до совершенства далеко. Тут я бы попросил, может быть, людей потерпеть, не столь критично относиться, но как-то ситуация исправляется. Вы уже сказали о том, что зима была снежной. Да, вот чрезвычайно снежной. Действительно, ну, как говорят, старожилы таких зим не припомнят, и синоптики тоже, по-моему, говорили, что разово, вот, в короткий промежуток времени такого количества снега не выпадало в Московской области никогда. Ваше предприятие непосредственное участие принимало в ликвидации таких снегопадов. Ну, и всегда, как всегда, встает вопрос о том, насколько предприятие было готово к такому форс-мажору, потому что несколько последних лет и зимы были попроще, и, наверное, возникал вопрос, а стоит ли держать такое количество снегоуборочной техники на случай, а вдруг будет снег, а вдруг его не будет, да? Вот насколько предприятие оказалось готово встретить такую сложнейшую ситуацию. Мы к этой работе подключились только с февраля месяца, потому как до этого тендер мы не отыграли, и работала другая организация. Я не хочу сейчас говорить, хорошо или плохо, наверное, это некорректно по отношению к коллегам выяснять, кто лучше, кто хуже. Я только еще раз напомню, что мы начали свою деятельность по Одинцову с февраля месяца. Ну, пользуясь эфиром, я хочу еще раз поблагодарить людей за то, что добрые слова в наш адрес я читал в интернете, поэтому спасибо людям за это дело. Мы старались, насколько это могли. Где-то, если что-то не получалось, я приношу извинения как руководитель, но надеюсь, что особых таких эксцессов мы не допускали. Во всяком случае, безопасность была осознана полностью. Каких-то срывов или чего-то не было. Технически, ну, технически, вы знаете, мы готовы, в принципе, в любое время. Для нас это особая проблема не составляет, как и для зимних, так и для летних работ. Зима прошла, будем надеяться, что нового такого не будет снега. Хотелось бы вернуться к тому, о чем мы говорили вначале, что действительно, главное – это люди. Может быть, в три раза больше техники, а может человек работать в три смены и таким образом компенсировать нехватку той же техники. То есть, именно готовность людей идти за своим руководством, готовность людей идти в бой, помогать людям в случае с такими снегопадами, она, наверное, является самой важной составляющей успеха. Мы вообще привыкли к тому, Владимир Ильич, что Одинцовское ДРСУ – это такой синоним качества и надежности. И поэтому хотелось бы, чтобы вы с точки зрения своего профессионального опыта оценили бы те проекты, в реализации которых Одинцовское ДРСУ принимало участие в последние, может быть, месяцы. Какие из них вы считаете наиболее важными? Ну, и с одной стороны, с другой стороны, наиболее интересными с профессиональной точки зрения, потому что понятно, что чем сложнее проект, тем он, с одной стороны, конечно, сложнее, но с другой стороны, настоящему профессионалу и интереснее. Да, это так, действительно, к сожалению. Финансовая сторона, она где-то, может быть, и оставляла бы лучше. Сегодня многие проекты затормозились. Но, тем не менее, вот последний, наверное, я считаю, что самый такой удобный, мне было приятно, чтобы участвовать в этом, это мост, который на 8-й микрорайон, мы там самым непосредственно участием принимали. Работа была нелегкая, задача была очень серьезная, сжатые сроки, качества там определялись очень жестко. Ну, на сегодня мост функционирует, работает, это приятно. Как дальше будет? Ну, за последнее время, вот как прошла перестройка, мы как амплитуда, то в кризис, то опять выходим. Поэтому я как-то оптимистично к этому отношусь и думаю, что все будет у нас, у нас это в стране хорошо, и все нормализуется. Надо просто потерпеть. Я знаю, что опыт вашего предприятия востребован, бывает, и в других регионах. У меня вот в связи с этим вопрос, неужели это выгодно, работать предприятию Московской области в других регионах? Насколько вообще это оправдано, такое размывание, разбрасывание? Мы действительно зачастую уезжаем, вот очень часто работаем в Химках, не так давно к футболу УИФА выполняли там определенные работы. Вот по-дилетантски скажу, как житель города Одинцова, мне обидно за то, что мы не всегда работаем здесь. С другой стороны, кого-то обвинять в этом, наверное, тоже нельзя. Почему? Потому что есть закон, который был принят по закупке, так называемых, торгах. Выигрываешь ты, проигрываешь ли ты, это уже, как говорят, дело в случае. Но, наверное, если я иду к врачу, и там объявляют тендер, какой из этих врачей лучше, наверное, это неправильно. Какой из врачей быстрее и дешевле вырежет аппендицин. Да, это, наверное, неправильно. Я с вами в этой же студии несколько раз на эту тему ранее разговаривал, что, мне кажется, это чья-то большая ошибка по этим тендерам. Что-то мы тут перекрутили, переломали. Ну, то есть, вот прошли годы, и с тех пор, мы говорили достаточно давно об этом, с тех пор ничего не изменилось. Все то же самое, все это только где-то так ужесточается. Ну, как может быть, по закону нельзя требовать состояние техники, базы той или иной организации, которая участвует в этом тендере. Ну, это же, наверное, несерьезно, да? А как я узнаю, способен она или нет? Ну, это законно. Мы знаем, что Одинцовская ДРСУ имеет богатый опыт не только дорожного строительства, но и об устройстве зон отдыха, в частности, парковых зон. Речь идет, причем, о таких зонах отдыха, где требуется нестандартный, творческий иногда подход, бережный подход к природе. У вас это всегда хорошо получалось. Вот сегодня, да, ведь такие работы, они требуют и умений, навыков персонала, и определенной техники. Сегодня готово было предприятие принять участие в таких проектах на территории нашего района, если бы, скажем так, были выиграны соответствующие конкурсы, если бы были сделаны предприятию соответствующие предложения, потому что несколько, действительно, зон таких, они уже, что называется, на подходе. Конечно. Я же еще раз говорю, что мы готовы к любому позитивному делу, лишь бы от этого только людям лучше было. Мы можем вспомнить ряд мероприятий, в которых мы участвовали. Это Захарова, мое родное, это Савино-Старожевский монастырь, это Иосиф Володский монастырь, ну и таких ряд лыжня наша, Лазутинская. Это же... Ну, я другое скажу, что если бы мы сегодня делали бы лыжню, я думаю, что я сегодня, наверное, сидел бы в тюрьме. То есть, в тех условиях это было... Конечно. А ведь какое доброе дело сделано, правда? Сколько людей там тренируется, гуляет спортсмены, просто отдыхающие. Там надо просто довести это до какого-то совершенства, отвести людей в сторону, чтобы они могли... Пешеходы в одну сторону, эта же идея была давно как бы провозглашена. К сожалению, пока каким-то причинам не получается, а надо, наверное. Но, опять повторяю, что если какой-то проект, который нужна наша помощь сегодня в Одинцово или Одинцовском районе, появится, я готов сам непосредственно участвовать, где-то даже на альтруистских началах, но делаться. Ну, всем известно, что вы большой энтузиаст лыжного спорта, поэтому это все ваше такое желание вполне понятно. Хотелось бы спросить о технологиях в дорожном строительстве. Я знаю, что вы с большим интересом относитесь к передовому опыту зарубежному, и не только зарубежному, но и отечественному, к опыту своих коллег российскому. Вот сегодня, если говорить о тех технологиях, которые используют предприятия, появляется ли в них что-то новое, какие-то новые подходы интересные, о которых вам хотелось бы упомянуть? Конечно. Ну, вы правильно заметили, что, в принципе, мы постоянно как-то интересуемся, стараемся посещать те или иные выставки для того, чтобы следить за вот этим новаторством, которое сегодня происходит. Оно, как и у вас на телевидении, постоянно что-то меняется, поэтому нельзя говорить, что было 10 лет назад, и, допустим, помните, как тонкий, но через 20 лет вы знаете, что будет так вот и здесь. Много чего нового появляется, мы за этим регулярно следим, пытаемся, несмотря на тяжелую финансовую сторону, те или иные вопросы перенимать, закупать и пускать в жизнь. Ну, и это нам помогает выжить в сегодняшнее тяжелое время. Вот на Западе, по большому счету, часто очень используется уже не асфальтобетонная смесь, а непосредственно бетонное, вот верхнее покрытие. И мне бы, как у вас, как у профессионала, хотелось бы спросить, почему у нас не идут по этому пути, потому что бетонное покрытие, оно, говорят, что намного более долгое, оно более дорогое, но и более долговечное. Ну, конечно, но цена вопрос, это тоже вопрос серьезный. То есть платить за бетонное покрытие надо здесь и сейчас, да? Сколько что-то больше прослужит. Да, да, да. Это один момент. А второй, у нас в России, как бы, очень приветствуется тип асфальта щема, это щебеночная мастичная смесь. Значит, как-то лет, наверное, 8 назад немец у нас был, там по асфальту завода. Он говорит, я не понимаю, почему вывод к этому щема, ведь много типов других хороших. Ну, другой вопрос, может быть, для нашего климата вот эта щема как раз более подходит. Поэтому и здесь говорить, что плохо, что мы не используем вот эти бетонные возможности, ну, я бы осторожен. Не все так плохо у нас, как кажется. На самом деле, что, в принципе, особенно вот Москва и Подмосковье, дороги нормандно. Что касается техники, стоящей на вооружении Одинцовского ДРСУ, можно ли сказать, что эта техника позволит сегодня справиться с летними задачами, с самыми такими сложными, да? А зимних, понятно. С зимними уже справились, да? В минувшем сезоне. А что касается проектов и задач, которые летом реализуются? Конечно. Сегодня практически заканчивается первое полгодие. Дело идет уже в другую сторону. Я свой Новый год обычно считаю, это когда после 22-го начинается день в другую сторону. Моментально это ориентировать. Нужно заготовлять соль, нужно готовить зимнюю технику. То есть это, в принципе, уже надо начинать изучать. Да, да, да. Забот очень много. Финансовые вопросы. Нужны большие вливания для того, чтобы подготовить все это дело к зиме. А сейчас, наверное, чувствуется все-таки, ходит пылесос, ходит поливомоечная машина, убирается мусор. Я бы сказал, что Одинцово на сегодня чистенький город. Нельзя так вот прям критически относиться. Я понимаю, что мы все сегодня немножко наэлектризованы, и нам кажется, что все плохо. Ну, я еще раз говорю, придет время, все будет нормально. Ну да, может быть, проехать стоит до какой-нибудь другой подмосковный город, для того, чтобы сравнить и понять, что Одинцово достаточно все благополучно. Ну, что такое зимняя уборка улиц? Все знают, все еще помнят. Что касается летней уборки улиц, вы тоже в ней участвуете в этом сезоне активно. Ну, и вот какая специфика, да? То есть вот в начале, в апреле мы показывали в одном из сюжетов, как техника вашего предприятия моет улицы с шампунем. И тогда очень многие удивились, некоторые возмутились, что надо ли это делать, надо ли тратить на это деньги и так далее. Вот о специфике летней уборки улиц, насколько вообще она необходима, для чего она нужна, вот именно поливомоечная техника. И потом в нескольких словах о шампуне. Без содержания летнего Одинцово можно не узнать уже через неделю. Вот прекрати сейчас неделю не убирать, и сразу люди почувствуют и спросят, а вообще кто-то тут чем-то занимается. Вроде нас и не видно, а с другой стороны, я говорю, сразу почувствую. Это ежедневная уборка идет, осевые линии убираются высоконапорными моечными машинами, по краям идут следом пылесосы, собирают так называемый смет. Ну, я для примера приведу, что за весенний период, вот за один месяц разовый, мы собрали порядка тысячи кубов дорог вот эта смета. Это говорит о том, что насколько работа нужна и необходима. Что касается ямочного ремонта, ну, тоже, вы понимаете, после зимнего периода дороги разрушаются, не сделают там и аварийно, там что хочешь, может быть. Доколейность вот эта, конечно, очень опасна. Да. Ну, другой вопрос, я опять повторяю, что не всегда хватает средств, но это уже вопрос, как сказать, ну, времени. Когда-то избыток был, сейчас похуже. Может быть, опять повторяю, я оптимист, считаю, что время изменится, будет все нормально. Надо просто терпеть. Пролив проезжей части и уборка шампунями. Значит, по шампуням. Шампунь – это такой разовый момент, который после зимы, когда дороги обрабатываются противоуглоледными средствами, идет разовая уборка вот этих шампуней. Сказать, что это дорогая – нет, это не такая дорогая, никакие это небоснословные цифры, это все реально, в принципе, для любого предприятия. не делать этого, наверное, тоже, ну, можно и не делать, можно ничего не делать, но так лучше, так чище. Вот я бы так сказал. То есть, это зимняя грязь, вообще присутствует так. Конечно, да. Понятие, лучше ее выбить, да, из-за тех пор. Смываются масла, вот эти все, хлориды, вот эти все это отмывается, а дальше идет просто ежедневная уборка, которая… Это же тысячи людей проходят мимо, дышат этим воздухом, поэтому, ну, как этим не делать? Вот это как в квартире, не будешь убираться, будет грязь, да, так и здесь. Чтобы понять, это надо вот неделю, говорю, прекратить уборку, и тогда это все сразу станет видно, есть ли предприятие в городе или нет. Я думаю, что не стоит такого эксперимента проводить, люди не виноваты. Поверим вам на слово, Владимир Владимирович. Ну, и в завершение хотелось, чтобы вы в нескольких словах сказали о том, на чем сегодня сосредоточены основные усилия предприятия, какие задачи в приоритете, в каком направлении, в какую сторону сегодня развивается Одинцовское ДРСО. Мы продолжаем сейчас заниматься в основном содержанием дорог. В принципе, ремонты производим, ну, вот здесь я уже вам говорил, печально, но в других регионах Московской области, хотя, в моем понимании, этот потенциал, который имеется в нашем предприятии, его надо использовать по назначению для того, чтобы здесь. Ну, это уже другая проблема, которая, к сожалению, определяется федеральным законом. Ну, значит, сейчас идет, повторяюсь, плановая подготовка уже к работе в зимний период. Это займет, наверное, где-то до сентября, октября. Плюс еще у нас на носу и День города. Он, как ни крути, а юбилейный, да, поэтому тут надо все это дело подготавливать. Предприятие работает, на месте не стоит, не так давно у нас состоялось на базе нашего предприятия областное совещание, на котором признали, что предприятие образцового порядка. Ну, вы сами были на нашей территории, видели это. Ежегодный смотр коммунальной техники проходит именно на вашем предприятии. Стараемся так, чтобы это было людям и тем, кто работает. Я все время так утверждаю, что 90% времени каждый из нас тратит на предприятие. Ну, надо, чтобы тебе было приятно. Мы стараемся это. Вот так вкратце, в двух словах, чем мы сегодня занимаемся. Новаторством, я вам говорил уже, что посещаем выставки, стараемся идти в ногу со временем, чтобы не отстать. Финансовая ситуация, наверное, когда-то изменится, когда все это пригодится, когда все это нужно будет. Готовясь к эфиру от нескольких сразу людей, житель Одинцова получил вопрос о том, в следующем сезоне с первых ли зимних дней предприятие уже будет участвовать в уборке улиц. Или это, опять же, дело конкурса, дело такое, неопределенное пока. Никто не ответит на этот вопрос. Это вопрос случая. Будет обидно, если вдруг опять какие-то причины окажутся не на нашей стороне. Плохо людям будет, плохо работникам Одинцовского государства, наверное, тоже плохо будет. Но работники-то они еще найдут на стороне. Вот то, что, опять повторяю, своя организация, мощная, готовая работать, окажется за пределами. Это, конечно, очень плохо. Ну что ж, Владимир Ильич, я думаю, что я выражу подавляющее большинство Одинцовцев мнение, пожелав вам победить в этих конкурсах и эту зиму полностью посвятить улицам нашего города, в первую очередь, и нашего района. Спасибо. Я думаю, что тогда все будет намного проще, чище и приятнее для жителей нашего города и нашего района. Спасибо большое. Ну а к вам тоже пожелание, чтобы вы тоже процветали, работали. Вы также, как и мы, как и любое предприятие города, стараетесь для того, чтобы людям только принести радость. Это успехов вам. Спасибо. Спасибо огромное, Владимир Ильич, за то, что пришли к нам сегодня. Я понимаю, что объем работ, нагрузка, которая на вас лежит, велика. Тем не менее, тем более спасибо за то, что пришли сегодня и ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи, об этом стоит узнать, был директор Одинцовского ДРСУ Владимир Дмитриевич Алтухов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин